Привет, друзья! Сегодня будет обзор видеорегистратора Акспер Комбо Хайбрид. Почему это устройство называется Комбо? Потому что это не просто регистратор, в этом регистраторе сразу три устройства. Первое, это, конечно же, автомобильный видеорегистратор. Второе, это классический радар-детектор. И третье, это GPS-информер, который сопоставляет GPS-координаты вашего автомобиля и свою базу данных и информирует вас о наличии радара в камер контроля скорости или постах ДПС на вашем пути. Отличительной особенностью именно этого устройства является его компактный размер. Это устройство выглядит как стандартный автомобильный видеорегистратор. Возможно, он немножко толще, чем современные видеорегистраторы, но все же в этом устройстве спрятано три устройства. В этом устройстве есть GPS-антенна и есть антенна классического радар-детектора. Но это далеко не все преимущества этого устройства. В этом видео мы разберемся детально с каждой функцией этого регистратора. Начнем с функции именно видеозаписи. Это двухкамерный видеорегистратор. В комплекте идет вторая выносная камера, она у меня уже прикреплена к заднему стеклу для того, чтобы снимать дорожную ситуацию позади автомобиля. Но эту камеру также можно прикрепить и в салон автомобиля, чтобы использовать эту камеру как салонную камеру. К примеру, если вы используете ваш автомобиль в качестве такси и хотите, чтобы все действия ваших пассажиров были запечатлены на видео. Регистратор может работать в режиме одной камеры или двух камер. В режиме одной камеры регистратор имеет разрешение 2К, это разрешение 2560 на 1440, частота кадров 30 кадров в секунду. И в режиме двух камер, когда пишется два видеопотока, регистратор снимает видео в разрешении Full HD для обоих камер. Передняя камера с углом обзора 137 градусов, объектив состоит из 7 стеклянных линз, апертура, внимание, 1.4, то есть объектив очень светочувствительный. Задняя камера, угол обзора 160 градусов, апертура 2.1 и объектив состоит из 5 стеклянных линз. Регистратор оснащен модулем Wi-Fi, это значит, что мы можем скачать приложение для нашего смартфона, для того, чтобы управлять регистратором и скачивать видео с регистратора в наш смартфон, для того, чтобы либо сохранить это видео, либо поделиться им в социальных сетях. То есть загрузить в интернет, в облако, в YouTube, куда угодно вы можете загрузить видео, которое снимает этот регистратор без необходимости вытягивать карту памяти. Отличительная особенность именно этого регистратора и приложения для него является то, что вы можете обновлять как прошивку регистратора, так и базу данных, GPS-координат, камер контроля скорости этого регистратора по воздуху. То есть вам не нужно подключать регистратор к компьютеру или же вытягивать карту памяти для того, чтобы обновить прошивку или базу данных. Когда появляется новая прошивка или база данных, на ваш телефон приходит сообщение о том, что вы можете обновить свой регистратор. Достаточно нажать одну кнопку «Обновить» и регистратор автоматически обновляется. Это очень удобно, поскольку в других регистраторах, которые я использовал до этого регистратора для того, чтобы обновить прошивку, или же в случае, если мы говорим о радар-детекторе и GPS-информере, чтобы обновить базу данных радаров, мне опять же нужно было вытягивать карту памяти, подключать к компьютеру. Это длительный процесс, я это делал не часто, в результате ездил со старой базой. В случае же с этим радар-детектором база данных GPS-координат всегда остается актуальной благодаря удобному приложению для смартфона. Регистратор к лобовому стеклу может крепиться двумя способами. Первый способ это на присоску, второй способ это на двусторонний скотч. Если мы хотим регистратор использовать временно, конечно, удобнее закрепить его на присоску. Если же мы уже определились с местоположением нашего регистратора на лобовом стекле и собираемся закрепить регистратор на длительное время, удобнее использовать двусторонний скотч, поскольку крепление на двустороннем скотче более надежно и менее подвержено вибрациям. Питание регистратора подводится к кронштейну и когда мы устанавливаем регистратор, он автоматически включается. Камеры же заднего вида подключаются напрямую к регистратору в специальный разъем, который выглядит как mini-USB, но это разъем для подключения задней камеры. Регистратор, несмотря на то, что он имеет Wi-Fi модуль, оснащен также большим 3-дюймовым экраном. Этот экран очень удобно использовать как для настройки регистратора, для выставления правильной кадровки, также на этом экране отображаются оповещения GPS-информера и радар-детектора. Если регистратор не используется длительное время, экран переходит в режим скринсейвера, в таком случае экран черный и на нем мы видим скорость движения и также время. Очень удобно, к примеру, в ночное время суток в таком режиме экран не слепит водителя. Для того, чтобы подключить приложение к регистратору, на регистраторе нужно включить Wi-Fi модуль. Меню разделено на 3 вкладки, мы к ним вернемся немножко позже, сейчас мы просто переходим на последнюю третью вкладку и включаем Wi-Fi модуль. После включения Wi-Fi модуля на экране регистратора мы видим данные для доступа к Wi-Fi сети. Это название Wi-Fi сети и пароль. Подключаем наш смартфон к Wi-Fi сети регистратора, которая называется Акспер. И теперь, если мы запустим приложение, мы можем управлять нашим регистратором. В приложении есть 4 вкладки. Первая вкладка это видео на устройстве. Эта вкладка позволяет получить доступ к тем видеороликам, которые находятся на карте памяти самому регистратора. Здесь мы можем скачать и просмотреть видеоролики. Вторая вкладка называется загруженное видео. Здесь мы видим те видео, которые были уже скачаны с памяти регистратора в память моего смартфона. Также эти ролики могут быть просмотрены или же экспортированы для дальнейшей публикации в интернет. При просмотре видеоролика экран разделен на две части. В верхней части мы видим видео, в нижней части мы видим карту, где это видео было записано. Благодаря GPS модулю это становится возможным. Следующая вкладка обновления. Эта вкладка позволяет обновить по воздуху, то есть по Wi-Fi наш регистратор. И при этом мы можем обновить как прошивку регистратора, так и базу данных GPS координат. Я уже пару раз обновлял регистратор, все происходит очень быстро и очень удобно. Я просто нажимаю кнопку обновить, регистратор обновляется, перезапускается. И у меня уже есть новая прошивка и новая база данных GPS координат, камер контроля скорости в моем регистраторе. Это действительно самый удобный способ обновления и прошивки, и базы данных регистратора. В моих предыдущих регистраторах и предыдущих радар-детекторах мне приходилось либо же доставать карту памяти из регистратора, подключать ее к компьютеру, или же сам регистратор подключать к компьютеру для обновления прошивки и базы GPS координат. И четвертая, последняя вкладка называется настройки. Здесь мы можем получить доступ ко всем настройкам регистратора. Мы можем регистратор настраивать и с помощью органов управления на самом регистраторе, с помощью кнопок и с помощью экрана. Мы посмотрим далее, как это делается, но также мы можем все основные настройки производить с приложения. Это тоже удобно. Что здесь доступно? Время циклической записи, то есть на какие фрагменты будет делиться ваше видео для того, чтобы работала циклическая запись. Циклическая запись работает следующим образом. Все видео, которое записывает регистратор, делится на фрагменты. В этом пункте меню мы выставляем, на какие фрагменты будет делиться это видео. На фрагменты длиной 1 минута, 3 минуты или же 5 минут. Я поставлю 5 минут, меня такой вариант наиболее устраивает. И далее, когда карта памяти полностью заполняется, начинают стираться самые ранние видео. И вместо них начинают записываться новые видеофрагменты, длительностью в моем случае 5 минут. И таким образом происходит циклическая запись. То есть по циклу старые фрагменты стираются, новые фрагменты записываются. Единственное исключение, не будут стираться те фрагменты, которые защищены от перезаписи. Защита от перезаписи происходит автоматически при столкновении или сильном сотрясении. То есть при срабатывании G-сенсора или же датчика удара. И также я могу вручную с помощью кнопки на корпусе регистратора заблокировать любой видеофайл. К примеру, если я увидел красивые виды, хочу его для себя сохранить. Следующий пункт меню называется детектор движения. Этот режим хорошо включать, если вы используете парковочную съемку. Если вы подвели к регистратору постоянное питание, лайфхак, можно подключить регистратор к пауэрбанку. И если использовать достаточно мощный пауэрбанк, к примеру, как в моем случае, это пауэрбанк на 20 000 мАч. Регистратор достаточно длительное время может проработать автономно, когда зажигание вашего автомобиля выключено. И в таком случае я могу включить детектор движения, и мой регистратор на парковке будет включать запись только в том случае, если есть движение в кадре. Когда движения в кадре нет, регистратор будет выключаться для того, чтобы сэкономить место на карте памяти и батарею. Следующий пункт запись звука, то есть включение-выключение микрофона. И далее идут версия устройства, версия приложения. Продвинутые настройки мы сейчас посмотрим отдельным пунктом. И далее мы можем отформатировать карту памяти или же вернуть регистратор к заводским настройкам. Переходим в продвинутые настройки. Здесь настроек немного. WDR это расширенный динамический диапазон, который позволяет убрать засветы, к примеру, на ярком солнце или ярком снегу, когда номера автомобиля могут быть засвечены из-за этого. Расширенный динамический диапазон WDR позволяет расширить динамический диапазон, таким образом убрать засветы. И мы можем настроить чувствительность G-сенсора, выключить низкая, чувствительность средняя или высокая. Здесь уже зависит от дорог в вашем городе. Если дороги плохие и поставить высокую чувствительность, будет много ложных срабатываний и много защищенных от перезаписей файлов, которые вам не нужны. Если же поставить слишком низкую чувствительность, то при небольшом столкновении G-сенсор может не сработать и не защитить ваше видео от перезаписи. Здесь нужно просто поиграться и посмотреть, в каком случае будет меньше ложных срабатываний. Вот такое очень простое приложение, а тем не менее оно имеет все функции, которые мне нужны. Я могу просмотреть или скачать видео, настроить регистратор и самое главное обновить мой регистратор по воздуху с помощью этого приложения. Переходим к функциям радар-детектора. Как радар-детектор это устройство может работать в нескольких режимах. Это такие режимы, как автоматический. В этом режиме радар-детектор сам будет выбирать режим работы. Что такое режим работы радар-детектора? Это чувствительность. К примеру, если вы едете в городе со скоростью 50 км в час, и радар-детектор реагирует и предупреждает вас об излучении, которое находится, к примеру, в 2 км от вас. Вам это не актуально, поскольку 2 км вы будете ехать еще достаточно длительное время и вы вообще можете свернуть и не доехать до этого радара. С другой стороны, если вы едете по трассе, то 2 км вы преодолеете с вашей скоростью движения по трассе очень быстро. И, конечно, радар-детектор должен вас предупреждать о радарах за более длительное расстояние, потому что расстояние вы преодолеваете быстрее. К тому же, вряд ли вы куда-то свернете с трассой. То есть, играя с чувствительностью радар-детектора, мы можем настроить радар-детектор на максимально комфортное использование в случае езды по городу, по трассе и в других условиях. Но именно в этом радар-детекторе есть новый режим, который называется сигнаторный. В чем проблема обычных режимов работы радар-детектора? В том, что есть много ложных срабатываний. К примеру, излучение на той же частоте, на которой работает радар-детектор, может быть не от радара, а, к примеру, от системы контроля слепых зон в автомобиле, системы автоматического открытия-закрытия дверей и так далее. То есть, любое излучение на частоте, на которой работают радары, обычным радар-детектором будет воспринято как излучение радара, и он будет вас об этом предупреждать. В случае же с этим радар-детектором и сигнатурным режимом мы можем избавиться от этих ложных срабатываний. Каким образом? Любой радар имеет свой почерк, то есть сигнатурный означает по почерку. Почерк это сила излучения, это периодичность, частота и так далее. То есть по каким-то характеристикам, кроме частоты излучения, радар-детектор может определить, какой именно радар используется. Таким образом, если мы включим сигнатурный режим работы радар-детектора, мы избавимся от большинства ложных срабатываний. GPS отключен. В режиме «Только радар» или же «GPS отключен» мы используем только излучение радаров и не используем GPS-информер, который информирует нас о наличии радара по базе данных координат. Радар отключен. В режиме «Только GPS» наоборот мы отключаем радар-детектор по излучению радаров и включаем только оповещение по координатам GPS. Трасса. Режим трасса и режим город – это разная чувствительность радар-детектора для того, чтобы вовремя оповещать вас о радарах на трассе при быстрой скорости движения или в городе при медленной скорости движения. Еще раз, какая разница между радар-детектором по излучению и GPS-информером? Радар-детектор по излучению принимает излучение радара и оповещает вас об этом. В случае сигнатурного режима еще это излучение анализируется для того, чтобы убрать ложное срабатывание. GPS-информер имеет базу данных координат, точек, где размещены камеры контроля скорости, где любят стоять полицейские и так далее. То есть тех точек, которые потенциально опасны для водителя в случае превышения скорости. И с помощью GPS-приемника определяются координаты вашего автомобиля, сравниваются с координатами из базы и при приближении к координатам, где расположена камера, вы будете оповещены как о типе камеры, о расстоянии к камере и о том, какая скорость разрешена на этом участке дороги. И в этом случае регистратор посоветует вам снизить скорость, если вы превышаете. Я надеюсь, эта разница понятна. Если нет, пишите в комментариях, я распишу более подробно. Теперь несколько слов о самом устройстве. Вместо обычного аккумулятора, который используется в большинстве автомобильных видеорегистраторов, здесь установлен суперконденсатор. В чем разница? Обычный аккумулятор сильно чувствительный к температуре окружающей среды. С другой стороны, суперконденсатор к температуре окружающей среды нечувствительен и он может работать при очень низких температурах. Аккумулятор или суперконденсатор в регистраторе нужен для того, чтобы корректно завершить запись файла. Когда вы выключаете зажигание и питание на регистратор более не поступает, регистратор не может выключиться моментально. Он должен корректно завершить файл, дописать его на карту памяти и только затем выключиться. То есть небольшое количество времени, несколько секунд регистратор должен работать после того, как на него не поступает питание. Суперконденсатор – идеальное решение для такой задачи. Поскольку суперконденсатор обеспечивает нужное количество энергии, чтобы регистратор проработал несколько секунд, и суперконденсатор не деградирует со временем, как это происходит с обычной аккумуляторной батареей, и также суперконденсатор не чувствителен к низким температурам. В обоих камерах, задней и передней, установлена качественная матрица от Sony. В передней камере апертура составляет 1,4. Это очень хороший показатель светочувствительности, и это не может не сказаться позитивно на ночной съемке. В качестве радар-детектора устройство оснащено системой подавления помех, и также сигнатурным режимом, который анализирует более глубоко излучение, его амплитуду, его периодичность, для того, чтобы сделать вывод, какой именно радар используется. Или же это вовсе не радар, а ложное срабатывание. Как вы видите, корпус этого устройства очень миниатюрный. Это достигается благодаря тому, что используется специальная патч-антенна для фиксации излучения радаров. Регистратор поддерживает карты памяти до 128 ГБ. Это очень полезно для длительных поездок, чтобы у вас всегда хватало места на карте памяти для записей любой длительности. Для определения координат и скорости движения используется система GPS и GLONASS. Есть Wi-Fi-модуль, удобная система обновления прошивки базы координат, и также есть 3-дюймовый экран для прямой настройки регистратора без подключения по Wi-Fi. В устройстве установлен самый мощный на данный момент процессор, который устанавливается в видеорегистраторы радар-детекторы. Это процессор NT966-63. Это флагманский процессор от компании NovaTec. Этот процессор применяется в экшн-камерах и позволяет обрабатывать видео 2К. Есть возможность отдельно задать настройки для дневного и ночного режима съемки. Это очень важно, поскольку ночью абсолютно другие условия съемки, чем днем, и, соответственно, должны применяться другие настройки. Давайте внимательнее посмотрим на экран регистратора. Здесь, конечно же, на весь экран мы видим изображение с передней камеры регистратора, то есть видим то видео, которое сейчас записывается. В маленьком окошке мы видим изображение с задней камеры. Задняя камера подключается отдельным шнуром, если мы выключим заднюю камеру. Регистратор перейдет в режим 1К записи. Будет писаться видео только с передней камерой. Если мы подключим камеру. Регистратор снова перейдет в режим 2К записи. В верхней части мы видим красную точку. Это индикатор записи. Красная точка мигает, запись происходит. И рядом мы видим тайм-код, то есть время записи. Также есть синий светодиод, который показывает нам состояние регистратора. Светодиод мигает, запись происходит. далее правее от индикатора записи мы видим иконки диапазона в радар детектора если иконка цветная этот диапазон сейчас активный если иконка черно-белая диапазон неактивный и далее мы видим иконку циклической записи микрофон и иконку gps которая говорит о том что gps спутники найдены в нижней части справа налево мы видим громкость динамика громкость можно регулировать левой верхней кнопкой яркость экрана можно регулировать правой нижней кнопкой есть три режима настройки яркости экрана по центру у нас часы то есть текущее время и левее режим работы радар детектора режимов работы есть несколько это сигнатурный который анализирует излучение не только по диапазону но и по мощности периодичности и так далее то есть по почерку и таким образом определяет какой именно радар сейчас используется есть автоматический режим который в зависимости от скорости вашего движения будет подбирать наиболее подходящий режим работы радар детектора в этом режиме радар детектор будет работать только по излучению в этом режиме наоборот будет работать только gps информер трасса и город отличаются настройками чувствительности органы управления левая верхняя клавиша изменения громкости нижняя левая клавиша изменения режима работы радар детектора правая верхняя клавиша вход в меню и при длительном нажатии переход в режим просмотра снятого материала и правая нижняя клавиша изменения яркости экрана верхняя клавиша блокировка текущего файла от перезаписи давайте посмотрим какие параметры мы можем настроить в меню для входа в меню нажимаем правую верхнюю кнопку как мы видим меню разбито на три вкладки. Первая вкладка это настройки регистратора, вторая вкладка настройки радар-детектора и третья вкладка это общие настройки всего устройства. В первой вкладке мы можем настроить разрешение записи для дневного и ночного режима, но в случае с использованием двух камер здесь доступна только одна настройка Full HD 30 кадров в секунду. Если же мы заднюю камеру отключим, появится еще одна настройка для передней камеры разрешения записи 2К. Также можем подстроить дневную и ночную экспозицию для того, чтобы и днем и ночью видео было одинаково насыщенным и контрастным. Также можно изменить дневную и ночную яркость, установить время начала ночного режима, это то время в которое регистратор будет применять те настройки которые мы выставили для ночного режима и также завершение ночного режима. Можем включить или выключить запись по датчику движения, это нужно как я уже говорил для парковочной съемки, когда регистратор будет включать запись видео только если в кадре есть движение. Можем выставить битрейт, битрейт влияет на степень сжатия, то есть на качество видео и на размер файла, чем выше битрейт, тем выше качество и больше размер файла, чем ниже битрейт, тем меньше качество видео и меньше соответственно размер файла. Тип битрейта постоянный или переменный, в случае с переменным битрейтом регистратор будет автоматически подстраивать битрейт под то видео, которое сейчас снимается при быстром движении, будет битрейт повышаться и размер файла увеличиваться при медленном движении, битрейт будет автоматически понижаться. При постоянном битрейте качество съемки видео будет постоянным. Замер экспозиции, центр средняя или точка, можно поиграться с этим параметром, как вам больше понравится, когда регистратор будет замерять яркость и контрастность по центральной точке или же по всему кадру. WDR или HDR это расширенный динамический диапазон, который позволяет убрать засвет, и я всегда его оставляю включенным, поскольку в этом режиме лучше читаются номера автомобилей. Частота мерцания 50 или 60 Гц, мы устанавливаем 50 Гц, этот параметр полезен только при искусственном освещении и способен убрать мерцание. Циклическая запись, это размер видеороликов, на которые будет дробиться ваше видео, я выставляю 5 минут. Включение и выключение микрофона, настройка датчика удара, поворот изображения верх ногами, если регистратор установлен верх ногами, таймлэпс, это ускоренное видео, которое позволяет, к примеру, длительную поездку упаковать в небольшое видео. Звук при включении, поворот или зеркальное отображение задней камеры, это все настройки, которые доступны для регистратора, переходим в радар-детектор. Здесь можем установить режим, точно так же, как мы устанавливаем кнопкой, только здесь можем выбрать этот режим в меню, я выставляю интеллектуальный. Далее мы можем выставить скоростные режимы для города и трассы, также можем выставить максимальную скорость, выше которой радар-детектор будет нас предупреждать о том, что мы превышаем. Можем включить или выключить голосовые оповещения и также включить или выключить определенные диапазоны, которые нам актуальны или же неактуальны. Это X-диапазон, K-диапазон, стрелка или лазер. И также выставляем уровень приглушения громкости. Когда радар-детектор оповестил нас один раз о наличии радара, следующее оповещение происходит с пониженной громкостью. Здесь мы можем выбрать, насколько эта громкость будет понижаться. В следующей вкладке мы выставляем системные настройки этого устройства. Это включение-выключение Wi-Fi, часовой поезд. Можем к видео добавить штамп времени, скорости, логотип. Установить отключение экрана 30 секунд, мне показалось маловато, я установлю 1 минута. Отключение экрана происходит, если регистратор не используется. Экран становится черным и на нем отображается только время и скорость движения. Очень удобно и не слепит глаза. Этот режим мы можем включить или выключить. Также можно отформатировать карту памяти, сбросить настройки регистратора по умолчанию, выбрать язык и также просмотреть версии прошивок и базы данных камер. Это все настройки, которые есть в меню этого регистратора. Понравилось ли вам это устройство? Это радар-детектор, двухкамерный видеорегистратор и GPS-информер. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. В отличие от некоторых двухкамерных видеорегистраторов, вторая камера здесь идет в комплекте. То есть уже с упаковки вы сразу устанавливаете две камеры и на вашей карте памяти будет всегда записываться два файла. Один с передней камеры, второй с задней камеры. Лично мне это устройство понравилось своей компактностью и несмотря на то, что это достаточно мощный радар-детектор, устройство всего лишь немножко толще, чем обычный видеорегистратор. То есть это устройство не выглядит как радар-детектор, а выглядит как обычный видеорегистратор. А на самом деле здесь и GPS-информер, и радар-детектор, и двухканальный видеорегистратор. Сейчас мы видим, как выглядит экран в режиме скринсейвера. В этом режиме мы видим индикатор записи, также светодиод оповещает нас о том, что запись происходит. Видим скорость нашего движения и время. Очень удобный режим, в котором не происходит заслепление водителя и также вся необходимая информация на экране есть. Если видео было полезным, если вам интересна тематика канала, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. Без колокольчика ваша подписка будет неэффективной, вы не будете проинформированы о выходе новых видео на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok